Анапа – город воинской славы. Это звание было присвоено указом президента России 8 лет назад. История доблести и чести берет свое начало со времен русско-турецкой войны. Во время Великой Отечественной Анапа была захвачена немецко-фашистскими оккупантами, но не сдалась и уничтожила врага. В нашем городе историю бережно хранят, а славные традиции чтут. Что мы делаем для того, чтобы сохранять наши традиции? Мы в субсихии построили сквер воинской славы. Мы построили музей боевой техники. Мы ведем реконструкцию парта, сквера боевой славы. Для того, чтобы подрастающее поколение знало, понимало, ценило, с каким трудом достался мир на нашей земле. Сегодня действительно всенародный праздник. Нет ни одной семьи в нашей стране, которая бы не имела отношения к военнослужащим, к нашей любимой армии. Сегодня на территории муниципалитета расположено несколько военных частей. Институт береговой охраны ФСБ России, санатория и здравницы Министерства обороны России. В прошлом году был открыт уникальный технополис Эра. И военный госпиталь оснащен по последнему слову науки и техники. За добросовестное исполнение воинского долга глава Анапы Юрий Поляков вручил благодарность его руководителю. Раньше пенсионеры и военнослужащие вынуждены были ехать в Новороссийск или даже в Краснодар. Сейчас все виды медицинской помощи они смогут получить непосредственно в городе Анапы. Это новый госпиталь, который создан для того, чтобы обеспечивать военнослужащих, которые дислоцированы в воинских частях города Анапы, членов их семей, пенсионеров Министерства обороны, членов их семей. Анапа гордится героями, которые сегодня рождаются на Анапской земле. Именем Андрея Туркина на Кубани названы школы, кадетские классы, улицы, центры патриотического воспитания. Звание Героя России он получил посмертно. В 2004 году он погиб, защищая заложников в школе в Беслане. Когда бандит выскочил и бросил в детей гранату, он ее накрыл собой. Он спас более 200 детей. Вечная им память. Память погибших воинов почтили минуты молчания. Курсантам Института береговой охраны была доверена высокая честь вынести гирлянду славы. Почетный воинский эскорт отправился к вечному огню. В завершение участников торжественного мероприятия ожидал концерт, на котором выступили творческие коллективы Анапы. А также хор и ансамбль Института береговой охраны ФСБ России. Анна Жукова, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.